Анастасия Анфёрова Анастасия Анфёрова А какая сложилась ситуация? А ситуация сложилась достаточно непростая. Имеют место факты коррупции, они выявляются, есть уголовные дела. К сожалению, их не становится намного меньше, чем было раньше. Какие дела вы держите на личном контроле? Что сейчас? В основном наиболее сложные дела. Дела в отношении должностных лиц и руководителей органов местного самоуправления, должностных лиц различных органов власти. Такие дела имеются. Вы можете сейчас назвать какие-то ситуации, персоналии? По персоналии мне называть не хотелось бы, потому что в силу закона виновность лица определяет только суд, а пока расследуются уголовные дела. Но я хочу сказать, что такие дела есть. И они выявляются. В каких сферах чаще встречаются? Сферы совершенно различные. Везде, где есть оборот каких-то денежных средств, всегда найдется место различным недобросовестным гражданам. Это по традиции сфера ЖКХ. Сфера связанная с образованием, с оказанием различных услуг. Сумма. Какая сейчас средняя размера взятки в регионах? Сложно сказать. Это что называется средняя температура по больнице. Она не характеризует все случаи. Бывает совершенно различная. От нескольких десятков тысяч рублей до миллиона, двух, трех и более. А взятка считается от какой суммы? А взятка считается по сути от любой суммы. Единственное, что закон разграничил понятие мелкой взятки. Это до 10 тысяч рублей. И все остальные составы крупные, особо крупные, которые уже превышают эту сумму. Следуя статистике, в 2018 году было заведено на 10% меньше уголовных дел, чем годом ранее. 216. То, что касается коррупции. Неужели, правда, коррупционеров становится меньше? Ну, конечно, это только видимая часть айсберга. То есть те факты, которые выявляются. Какая-то часть преступности, разумеется, это логично, остается латентной, скрытой от нас. Тем не менее, действительно, да, такие факты есть. За счет чего в основном произошло снижение? За счет снижения количества именно мелких взяток. То есть до 10 тысяч рублей. Почему? Ответ тоже прост. Потому что органы предварительного расследования и оперативники сосредоточились на выявлении наиболее значимых фактов. Все-таки таких значимых коррупционеров и значимых преступлений. Поэтому именно по этой причине таких дел стало несколько меньше. Но вот кого считаете в регионе значимым? Из тех дел, которые, возможно, уже закрыты и о которых можно говорить? Ну, вы, наверное, знаете из сообщений СМИ, из сообщений прокуратуры области о том, что направлено дело уголовного отношения заместителя министра ЖКХ области. Оно сейчас рассматривается в суде. Есть ряд уголовных дел в отношении иных должностных лиц и правоохранительных органов. Все они рассматриваются. Каждое дело по-своему значимое. Потому что в результате каждого дела, по сути, причинен ущерб. Поэтому все они значимые. Но каждому мы даем соответствующую оценку. Когда можно ожидать результатов? Это работа, что называется, без какого-то четкого определенного финала. Это постоянная работа. Здесь тоже нужно быть реалистом. Она никогда не закончится и всегда будет иметь какое-то место. Всегда будет какой-то результат в ту или иную сторону, изменяясь статистически, изменяясь под своим показателем. Когда я вас уточнила про сферы, в которых чаще встречаются уголовные дела, возникают, вы назвали ЖКХ. Я так понимаю, что это самая коррумпированная сфера. Да, одна из. Определенно можно так сказать, конечно. Ну вот, несколько лет назад довольно резонансное дело на реализации программы «Чистая вода». Конкретно в Икраинском районе. Уже прошли суды, уже вынесены приговоры. Уже даже многие лица отсидели тюремные сроки, которые им были вынесены. Но чистая вода-то так и не появилась в этих селах, в этих населенных пунктах. То есть есть работа, есть решения судов, а воды нет. Что делать местным жителям? Ну, к большому сожалению, эта проблема традиционна для области. И только одними приговорами в отношении коррупционеров ее не решить. Остается только надеяться, что сейчас выделяются деньги. Есть активная позиция руководства области. Остается только надеяться, что в ближайшее время она будет решена. Все для этого делается. Мы за этим внимательно смотрим, ждем результатов. Вы имеете в виду, что выделяются деньги на реализацию этого проекта? В том числе, конечно. Возвращаясь к началу нашей передачи, к восприятию обывателей, наблюдателей за происходящими задержаниями. Те же самые жители этих сел, которые, да, наблюдали эти задержания, да, сейчас до сих пор испытывают нехватку воды. Как воспринимать эту статистику Левода-центра, что больше половины жителей страны никак не реагируют уже практически на задержания и не считают их действенным методом борьбы с коррупцией? Вы знаете, наверное, к сожалению, коррупция вообще в целом стране и в нашем регионе стала, видимо, просто уже для людей делом привычным. Люди несколько пообвыклись, и поэтому уже такие крупные задержания, аресты никого не удивляют. То есть это становится нормой? Ну, я не сказал бы, что это норма в положительном значении этого слова, но это становится привычным, это не вызывает, наверное, какой-то острой реакции, потому что такие дела идут, по сути, одно за другим. Они имеют место, и, конечно, как я сказал, коррупция у нас не закончится ни завтра, ни послезавтра. Это явление, к сожалению, имеет место. Видимо, никогда. Вот, опять же, с обывательской точки зрения, складывается впечатление, что борьба с коррупцией, ну, в Астраханской области останемся, ведется на каких-то просветительских семинарах, на заседаниях комиссий антикоррупционных. Только лишь этим ограничиваются инструментарии? Да, разумеется, работа ограничивается не только этим. Тем не менее, роль таких мероприятий тоже, может быть, не стоит недооценивать, поскольку каждая из них, знаете, такая песчинка, которая в конечном итоге приведет нас к результату. Просто это та работа, которая видна для граждан, для обывателей. И, тем не менее, основная работа, как мы понимаем, по естественным причинам, она скрыта от глаз посторонних и не является, как бы, такой заметной. Но, поверьте, она есть, она проводится. И просто эта работа, так сказать, любит тишины, если так можно сказать. И вы сейчас не сможете раскрыть никаких деталей, как она проводится и как на самом деле ведется борьба с коррупцией? Ну, дополнительных деталей, более точных, конечно, не смогу, потому что есть определенные ограничения. Тем не менее, есть оперативные службы, которые внимательно следят за состоянием дел. Мы тоже проверяем такую работу. Эта работа есть, есть результаты. Поэтому те уголовные дела, которые мы имеем, как бы, лучше тому свидетельство и доказательство. Из каких источников вы черпаете информацию? Из всех, совершенно различных. Очень много информации поступает, в том числе и средства массовой информации. Любая зацепка, которая может навести на мысль о том, что кто-то у нас является недобросовестным, ну, скажем так, должностным лицом, все, что может привести к результату, принимается во внимание, анализируется и используется в работе, конечно. А насколько долгий процесс сбора информации? Каждый случай совершенно индивидуальный. Вы знаете, что бывает вымогательство взятки, то есть, когда требуют под различными угрозами. Конечно, здесь оперативные службы работают быстрее. Есть очень талантливые, скажем так, мошенники, которые всяческим образом завуалируют свою деятельность под видом благотворительности. Ну, всевозможных различных способов пытаются уйти от ответственности. Конечно, работа с ними занимает более длительный процесс. Но в конечном итоге, наверное, совершить такое преступление, которое не было бы раскрыто коррупционно, практически невозможно, потому что на каждый случай есть определенный набор методов и механизмов. И, по сути, можно вывести любое преступление. Но это, по сути, получается лишь дело времени. Из недавних сообщений главный врач Центра медицинных катастроф по версии следствия перед Новым годом, в декабре месяце, выписывал премии своим сотрудникам с тем условием, чтобы они потом этими премиями поделились. И, опять же, по версии следствия, 220 тысяч рублей – такова сумма, которую он себе присвоил. Это частое явление, вот такая схема обогащения? Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что это редкий случай, но, к сожалению, я так сказать не могу, потому что в последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся именно как раз-таки с такой категорией дел. Очень много руководителей, недобросовестных в том числе, которые собирают таким образом премии, деньги со своих сотрудников. Есть совершенно различные случаи. Очень часто это сопровождается угрозами об увольнении, о различных сложностях на работе, которые возникнут, если человек не будет сдавать такие деньги. Поэтому такие случаи, к сожалению, становятся все чаще и чаще. Вот этот момент мы фиксируем. Ну вот, опять же, если обратиться к статистике, в 2016 году Астраханская область была в тройке самых коррумпированных регионов, по версии Следственного комитета, наряду с Курганской области и Удмуртией. Вот так вот мы отличились. Прошло вот уже три года. Как дела сейчас обстоят? Я могу сказать статистику, наверное, по Южному федеральному округу. Здесь мы, к счастью, или на результате проделанной работы находимся не на первых местах. То есть у нас значительное снижение преступности, ну, как значительно, около 15%. Это большое снижение больше, чем других регионов. Поэтому мы, что называется, с первых мест этой неблагополучной рейтинга мы ушли. Да, поэтому в целом по округу мы выглядим на нормальных позициях. Здесь с преступностью у нас ситуация адекватная. 15% это довольно существенно. За счет чего удалось добиться? Я уже, в принципе, говорил. За счет того, что ушли от практики мелких взяток. Потому что понимаем, что мелкие взятки социально незащищенной категории граждан, мелкие взятки врачам, учителям, они не играют погодой, не меняют ситуацию в целом. Необходимо подходить, так сказать, с более серьезной стороны. Поэтому мелкие взятки постепенно ушли, но выявляются больно. То есть вы закрыли на них глаза, получается? Нет, мы не закрыли на них глаза. Да, мы работаем со всей информацией, которая есть. Но, конечно, приоритет уделяется именно вот таким глобальным, значимым, как я говорил, делам. Ну, значит, мы дела, безусловно, не умоляю заслуг и достоинств. Но, тем не менее, коррупция в вузах, если сосредоточиться вот на этой сфере. Как только наступает период сессии, весна, это зима, у нас масса сообщений о том, что очередный преподаватель пойман на взятки. То есть это норма? Вы знаете, здесь такой интересный момент, что касается взяток в высших учебных заведениях. С одной стороны, мы все слышим о том, что эти взятки есть. А с другой стороны, статистика свидетельствует о том, что уголовных дел как раз-таки возбуждается где-то около двух-трех в год. То есть здесь странная тенденция. То есть с одной стороны, мы все знаем, а с другой стороны, дел достаточно мало. А почему это происходит? Потому что здесь так получилось, что в коррупции заинтересованы оба стороны. И преподаватели, которые имеют какой-то коррупционный интерес, и студенты, которые желают таким образом просто облегчить себе работу, не желают учиться надлежащим образом. Поэтому, конечно, здесь недостаточно заинтересованных сторон в том, чтобы заявить об этом преступлении и пресечь его. То есть все всех устраивает? Да. А тогда, исходя из этого, в январе этого года в федеральных СМИ прошла информация, что Минюст якобы прорабатывает поправки. И собирается ввести такое понятие, как вынужденная коррупция. Как вы полагаете, насколько это адекватное предложение? Существует ли, по-вашему, вынужденная коррупция? Анастасия, здесь не может быть другого мнения. Это, как раз таки, тоже очень характерный частный случай о том, какую силу приобретает слово, которое передано через средства массовой информации, и как можно общественным мнением достаточно легко манипулировать. Совершенно не об этом шла речь в этих поправках. Тогда поясните о чем. Я могу рассказать, что я имела с виду. Конечно, никакой вынужденной коррупции, мы все трезвые мыслящие люди, понимаем, что его не существует. Речь шла о том, что ряд государственных служащих и муниципальных служащих должны представлять каждый год, как вы знаете, декларацию о своих доходах. Каждый год сообщаем доход, расход, то имущество, которое подлежит и так далее. Не только на себя, но и на своих супругов, супруг и детей. К сожалению, семьи зачастую распадаются. Не всегда браки расторгаются официально. И получается так, что иногда муж с супругой не общается, но представить сведения на нее не может. Вот это как раз-таки тот случай, когда вынужденный государственный служащий не может сообщить данные о доходах своей супруги, ну, в силу того, что так сложились обстоятельства. И вот Минюст говорил как раз-таки о том, что в таком случае освободить от привлечения к дисциплинарной ответственности таких должностных лиц. Но не автоматически. То есть должна быть пройти определенная процедура, должна быть урегулирована на комиссии по соблюдению конфликта интересов эта ситуация и должна быть дана этому оценку. Вот о чем говорилось. То есть совершенно никакой, да. То есть никаких поблажек в том, что касается борьбы с коррупцией, не будет? Нет, и быть не может, конечно. Ну, значит, работа продолжается. И вполне возможно, что до конца этого года мы узнаем о результатах многих коррупционных дел, которые сейчас в процессе. А значит, обязательно обсудим их в программе «Прокурорский назор». Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на Астрахани-24. Спасибо.